Мир всем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше DimaTorzok 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 Перед ним и судьи сели, и раскрылись в книге. Вопросы? Матфея 6, 5. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам. Что они уже получают награду свою. Толкование. Исих называет лицемерами, потому что и они только кажутся внимательными к Богу, а на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою. Вопросы? Матфея 6, 6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Толкование. Что же, неужели не должно мне молиться в церкви? Напротив, должно только с чистым намерением, а не с тем, чтобы то видели люди. Потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие, и в тайне молясь, делают это для того, чтобы нравиться людям. Вопросы? Матфея 6, 7-8 стихи. Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Толкование. Много глагола не есть пустословия, когда, например, молимся о чем-либо земном, о власти, славе, богатстве. И так ты не будь пустословом и проси того, что достойно Господа Бога. Не должно совершать молитв, составленных из многочисленных слов. А должно молиться немногими словами, но сердечно и непостанно. Молимся не для того, чтобы научить Его, но чтобы самим нам не увлекаться житейскими заботами. Получить прощение грехов и великую пользу от собеседования с Ним. Вопросы? Игнатий Тиханович. Вот о многословии, о молитве хотелось бы порассуждать. Ну почему такое у нас православная церковь, у старообрядцев-то еще хлеще, там по 4 часа люди стоят, молятся. Да ладно бы там еще понятные слова-то были, а то и слова непонятные, много их. И почему так вот нас приучили, что... Я ничего против богослужения не имею, но однако нам полкователь говорит, что не нужно этого делать. Так у нас молитвы и моления есть. Моления – это общее состояние. Вечернее, утреннее моление. И молитвы перемежаются с словословиями. А здесь Христос говорит, сейчас, как сказали, о славе просит, о богатстве, пустословии. Вот этого, Господи, найди мне, вот этого дай, вот этого помоги. Если мы просим духовного, чтобы родственники наши обратились, познали Бога, это к многословию никак не относится. Если мы просим за благовестников, чтобы Господь сохранил, помиловал и сердца людей раскрыл, это не многословие. И при том у нас перемежаются просьбы, молитвы, словословия, молитвы. Так что, как к этому применить-то? Краткие молитвы все время идут. Священник выходит, благословляет. Тут же словословие, тут же свят-свят-свят Господь Саваоф. Это именно так, вот отдельный язычник, он просит подряд, что есть. Дай мне хорошую погоду, чтобы морковка выросла, она будет подороже. Я породам, куплю там велосипед, вот он стоит. Все это, а Бог прежде прошение знает. А мы словословим Его. Как и написано, свят-свят-свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Земля и небо. Это словословие, тут и просьбы никакой нету. Составлены краткие молитвы у нас. Господи помилуй, короче, некуда. Вот когда много раз подряд повторяет, это другой уже вопрос, не об этом тут речь идет. Как, говорит, она, говорит, служила Богу молитвой день и ночь. Серафим три дня и три ночи молился на камне. А просьба была одна, чтобы помиловал русских архиереев и священников. Так длинная она была у нее или не длинная молитва? И в святых житиях считаем, что они неустанно молились, бодрствовали. И Павел говорит об этом в бдении. Бдение – это ночь бодрствовали. Даже мусульмане вот эти. И трижды, говорят, встаем на молитву, молиться ночью. Притом они прославляют по-своему Бога. Они даже и просить-то, можно сказать, так не просят, как мы. А нам это не запрещается. Помолиться о больных надо? Ну, надо. Как не помолиться? Мы перечисляем у нас, и долго получается. То есть мы многих знаем, нас просят, как оставить. Другое там, отдельно, запились где-то люди. Господи, избавь их от пьянства, страшного недуга, ибо пьяница царствия Божия не наследует. А дальше считаем Псалтырь, там, прославление Бога. Ели жилища аистом, зайцы прибежища в горах. Все перечисляют, удивляются. Как люди в Австралии живут, непонятно. И крокодилы, и змеи, и всякие тарантулы. Человек у насмерть. Три минуты, и он умер уже. Пять минут. А у нас ничего этого нет. Ни львов, ни крокодилов. И все еще это недовольное. Все, отошел. Вот еще вопрос. Спаси Христос по молитве. Вот в утреннем правиле есть такие слова, которые мне немножко, как бы, ну, хочется, чтобы разъяснили. Может, я не понимаю, или тут неправильный перевод. В перевод «Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою». Вот. Ну, если, допустим, вместо «никогда некогда» слово поставить, то есть когда-то это было такое, что я был необращен, тогда, ну, понятно. Но добрые-то дела уже, да, как, я каждый раз должен эти молитвы считать, что я с ними не согласен, или, может, я что-то не так не понимаю. Не согласен ты. Всякое доброе даяние от Отца Светов. Это не наше. Это Божье-то. Из своего у нас ничего и нет. Доброе дело, да Господь дал тебе мысль, послал человека, а ты бы ничего этого не сделал. Дал в это время, у тебя какая-то милостыня есть. Все Божье. Вот имеется в виду, что всякое доброе даяние от Отца Светов, от Отца, это Он дал. Поэтому за это мы прославляем. Дал мне возможность сделать доброе дело. А сам по себе, как я сделаю, наша природа не расположена. Вспомни, как Иван Карамазов говорил, в человеческой природе нет того, чтобы люди сострадали друг другу. Нет этого. Человек – стадное животное, как Карл Марс говорил. Поэтому весна начинается, коровы бьются рогами, пока не установят ранжир. Кто кому подчиняется. Все время. Если новая корова в садо привели, они сразу начинают биться. Какая она по ранжиру? Она знает восьмое место занимать. Это везде так делается. И мы ничего не знаем, на каком месте. И поэтому это знак смирения. Даже если и сделал. Какое дело-то? По сравнению с другими-то. Когда, знаешь, люди всё отдали. Вот он узнал, что у него прокажённая. Альберт Швейстер. И поехал к ним работать туда. Прокажённым. Там близко подойти нельзя. Ты заразишься, как ВИЧ. Однако едет и спасает. В сравнении с теми этими людьми-то, какие мы. Тот пожарник полез, там от троих спас, а на четвёртом сам сгорел. Или мальчик один, он троих вытащил из воды, а сам утонул. Так наше-то доброе дело-то ежедневное. Какое? Собаку накормил? Ну, всё. Отошёл. Матфея 6, 9. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое. Толкование. Иной обет и иная молитва. Обет есть данное Богу обещание. Как, например, когда кто обещается воздерживаться от вина или чего-либо иного, или поститься в известное время, или подать, что для Бога и прочее. Молитва есть прошение благ. Словом, Отче показывает Тебе, каких Ты удостоился благ, сделавшись Сыном Божиим. Словом же, на небесах указал Тебе на Твое Отечество и на Отеческий дом. Посему, если желаешь иметь Бога Отцом, смотри на небо, а не на землю, как бессловесный. Ты не говоришь, Отче мой, а Отче наш, потому что должен смотреть на всех, как на братьев, детей одного Отца. Досветится имя Твое. То есть, соделай нас святыми, дабы прославлялось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог улится, так моими добрыми делами славится. То есть, прославляется как святой. Вопрос. Десятый стих. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Толкование. То есть, второе пришествие. Ибо человек со спокойной совестью смело молится о пришествии воскресения и суда. Как ангелы, говорит, исполняют волю Твою, так и нам даруй исполнять ее. Одиннадцатый стих. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Толкование. Насущным называется хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Словом же, на сей день устраняется забота о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб. О, и тело Христово есть насущный хлеб. О неосужденном причащении которого нам должно молиться. Вопрос. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Толкование. По элику мы грешим и после крещения, то повелевает молиться, дабы оставил нам грехи наши, оставил так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, он не оставляет нам. Бог поставляет нас, как бы в пример себе. Так что, как мы поступаем с другими, так и он поступает с нами. Вопросы. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Толкование. Мы, люди слабые, посему не должны ввергать себя искушением. Но если впали в искушение, то должны молиться, чтобы оно не поглотило нас, и чтобы Бог даровал нам помощь и терпение. Ибо только Тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден. Но кто впал в искушение и победил его, тот достоин венцов и славы. Не сказал от лукавых людей. Ибо не они делают нам зло. Но лукавые возбуждают их на то, и делают зло и нам, и им. Посему не людей, а злых духов нам должно ненавидеть и проклинать. Здесь ободряет нас. Ибо если Отец наш есть Царь сильный и славный, то при твердой вере мы без сомнения победим лукавого и впоследствии прославимся. То есть, когда Он будет воздавать всем по делам. Вопросы? Иван Глядт Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Толкование. Опять научает нас быть не злопамятными. Аббатце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца, стыдясь Его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство. Посему и запрещает нам быть таковыми. Вопросы? Матфея 6, 16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. Помрачение лица есть принятие пасмурного вида. То есть, когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает скорбный вид. Вопросы? 17-18 стихи. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Помазываться Елеем после умовения у древних было знаком радости. Так и ты показывай себя радующимся. Но под Елеем, разумеется, также и милостыня. А под головою нашу Христос, которого должно умощать милостынями. А лицо умывать, значит, душу очищать и чувство омывать слезами. Вопросы? Матфея. Шестая глава, 19 по 21 стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Толкование. Изгнавший болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании. Ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает щиту земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы кто ни сказал, не все же крадут. А он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе, есть великое зло и бедствие для души. Потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога. Посему и говорит 22-23 стих Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Толкование. То есть, если ты сковал в своем заботу о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу, потому что как око, когда оно чисто, то есть здорово, освещает тело, а когда темно, то есть нездорово, оставляет его во тьме, так и у заботы, и у заботами ослепляются, ослепляются. А при слепоте ума темна бывает и всякая душа, ибо ум есть око души. Вопрос. Матфея 6, 24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Толкование. Двумя господами называют Бога и мамону, потому что они дают противоположные приказания. Мы поставляем в господина себе дьявола, исполняя его волю, равно и наше чрево делаем Богом, но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Не можем мы работать Богу, когда работаем мамоне. Мамона есть всякая неправда, неправда же дьявол. Видишь, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от Бога. Вопросы? Масфея 6.25 По всему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Толкование. По алчности к имуществу отторгаются от Бога. Душа, будучи бестелесна, не имеет нужды в пище, но Господь говорил таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное и пренебрегая Бога. Вот что запрещается. Должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о душе. Кто дал больше душу и тела, тот неужели не даст пищи и одежды? Вопросы? Матфея 6, 26 Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Толкование. Господь мог представить в пример Илью и Анна и сказать, как они жили. Но он напомнил о птицах, чтобы дать нам почувствовать, что мы неразумнее их. Бог питает их, вложивший в них естественную смышленность, доставать себе пищу. Вопросы? Как раз на канале Спас, вот этот тоже вопрос задавали, и батюшка говорит, птиц-то Господь питает, но вы, говорит, не забивайте, что птица-то не сидит на месте, она летает, собирает, поэтому и нам должно трудиться. Они не как Емеля на печи лежать, по щучьему велению, по моему хотению, и ничего и не будет. Матфея 6, 27. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Толкование. Как бы ты ни заботился, ничего не сделаешь без воли Божьей. Зачем же мучить себя попусту? Матфея 6, 28-29. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Толкование. Ни одними неразумными птицами стыдит нас, но и увядающими лилиями. Ибо если Бог так украсил их, хотя в том не было никакой нужды, то ни тем ли более удовлетворит нашу нужду в одежде. Вместе с ним показывает, что хотя бы ты весьма заботился, однако не можешь украсить себя так, как лилии. Ибо и сам мудрейший, и изысканнейший Соломон во все свое царствование не мог одеваться подобно им. Вопросы? Матфея 6.30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас маловеры. Полкование. Отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшениях, так как это свойственно тленным цветам. Потому всякий украшающийся есть сенок. А вы, говорит, разумные существа, вас Бог составил из тела и души. Вы, преданные житейским заботам, маловерны. Ибо если бы они имели совершенную веру в Бога, не стали бы так много заботиться. Вопросы? Матфея 6, глава 31-32 стихи. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Толкование. Есть не запрещает, но запрещает говорить, что будем есть. Как обыкновенно богатые говорят с вечера. Что станем есть завтра? Видишь, что Он воспрещает изысканность и роскошь в пище. Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его. И все это приложится вам. Толкование. Царствие Божие есть наслаждение благами, но сие наслаждение дается за правду. Итак, кто печется о духовном, тому и по щедроте Божией дается кроме сего и тесное. Вопросы? Матфея 6, 34. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Толкование. Заботу ее дня называют беспокойство и грусть. Доволен для тебя, что ты беспокоился о нынешнем деле. Если же еще станешь заботиться о завтрашнем, то постоянно заботясь о телесном, когда будешь трудиться для Бога? Вопросы? Игнать Тихонич. Ну вот, может у кого-то возникнуть такое противоречие, что а как же говорят, готов в сане летом, и на зиму мы консервируем, и все. А Господь говорит, не заботьтесь, что так им ответить-то? Так речь идет о заготовке, а не заботься. А заботься-то ахать-охать, где, как, что. А день, говорит, будет новый-то, будет и пища. Не заботься, Господь усмотрит это дело. А как? Ну как, Авраам пошел и говорит, а Исаак-то спрашивает, а кто в жертву, где баран? Усмотрит Господь. А он запутался рогами-то, и он из куста вытащил и зарезал. Не заботься. А сколько заботы-то? Ой-ой-ой, да как будут? Да тут цены сейчас опять повышаются. Да что тут будет? Да все равно как-то опять перебьемся. Вспомни, сколько раз в жизни было, казалось, все, ничего нет. И вдруг, откуда что идет? Что-то выросло на огороде, откуда? А забота ничего не дает. Это естественно. Ты молись, а сам сажай, делай, работай, и Господь даст, что надо. Как тут все понятно? Речь вот о заботе, чтобы разум был свободный. Я вот когда обратился, это в 62-м году, у меня только одна была мысль, как мне такую работу найти, чтобы не думать о ней. Механические работы. Вот я строгаю полы, рамы вставляю, я хорошо знаю эту работу, я не думаю. А в это время вспоминаю, что я считал, как это понимать. Непрерывно. И поэтому заботы, мне кажется, я в жизни никогда заботы не имел. А что заботиться? Бог усмотрит. Вот весь ответ. Понятно. Спасибо, Христос. Матфея 7.1 Не судите, да не судимы будете. Толкование. Господь запрещает укорять и выговаривать. А, простите. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать. Потому что укорение и выговор служат к пользе. А осуждение клонится к обиде и унижению. Особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи. За которые будет судить Бог. Вопросы? Матфея 7 глава 2-5 стихи. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Толкование. Кто хочет укорять других, тот сам должен быть беспорочен. Ибо если он, имея в своем глазу бревно, то есть имея тяжкий грех, будет укорять другого имеющего сучок, то сделает его бесстыдным, потому что тот, обидевшись, станет также укорять его самого, и таким образом впадет в грех осуждения. Впрочем, Господь показывает, что великий грешник не имеет, великий грешник и не может хорошо видеть грех брата своего. Ибо как он, имея бревно в глазе, увидит другого, легкого и зеленого? Вопросы? Игнать Тихонич, вопрос. Вот когда укоряешь кого-то, ну, точно знаешь, что за собой, что за тобой такого нет. И он тебе в ответ, местом Священного Писания написано, не судите, да не судимы будете, что ты судишь меня. Что ему ответить-то? Ничего не надо отвечать, отойди. Все, то есть он не принимает обличения. Суждение и осуждение близкие, как говорится в Библии. И поэтому, вот человек, уже возраст у него такой, а у него ничего нету, и голову преклонить негде. А мне знакомый говорит, в твоем возрасте я уже два дома построил, в разных местах жил. Ну, хоть что-то делать-то надо. Он его наставляет, если на путь показывает пример. Что осуждать-то? Он сам себя осудил. Речь идет о осуждении не просто выносить смертный приговор, что ты не спасешься, то есть вот ты пропал, тебе покаяния никакого не будет. Вот о чем речь идет. Осуждение. Он осудил, суд вынес, окончательное решение. А когда по житейским где-то делам, то ты упрекаешь его. Упрекал Господь, написано. И не просто упрекал, очень серьезно. Посмотрите на птиц небесных, посмотрите на погоду. Как вы это, узнаете погоду-то, а по обстановке в стране-то не понимаете, что делается. Что все пришло к концу, и времени больше не будет. Да, суровые, крепкие слова, но по-другому никак человека взбодрить нельзя. Так что это не осуждение никакое. Слово ваше, да будет приправлено солью, Павел говорит, солью. Значит, это крепко сказано. Все. Спаси, Христос, идем дальше. Матхея, 7 глава, 6 стих. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Толкование. Псы неверные, а свиньи, хотя верующие, но ведущие жизнь нечистую. Итак, не должно высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов богословия нечистым. Потому что те, как свиньи, попирают или презирают то, что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как поступают так называемые философы. Ибо, коль скоро услышат, что распялся Бог, они начинают терзать над своими умствованиями, говоря, что это невозможно, и в своем высокоумии вознося хулы на Вышнего. Вопросы? Ну, просят, Игнать Тихонович, пример бросания святыни псам и пример бросания жемчуга перед свиньями. Толкователь нам говорит, что какие-то тайны о Христе. Пример этих тайн хотелось бы услышать, чтобы не согрешить этим. Что это? Или толкование какое-то им не надо знать? На первый раз мы никого не знаем. Надо человека узнать. Ты начал говорить, а он начинает, да видал я тебя с твоим Христом, говорят, все, больше ему ничего не надо говорить. Каждое слово это жемчуг, а не то, что там какая-то тайна в этих словах. Он говорит таинственное, это то, о чем нельзя и говорить, там, о причастии, а сегодня вообще об этом везде долдонят. Мы знаем, о чем говорит. Когда Златоуст говорил, а были неверующие у него в храме, он говорит, верные знают, о чем я говорю. То есть, другие как будто не знали. А сейчас везде об этом написано, говорено, причащается тем-то, тем-то и все. Необходимо человеку первый раз сказать четко. Я делал такой пример. Вот бывает иногда забетонированный большой такой круг там внизу, и там, ну, допустим, медведи сидят. Они не могут залезть, потому что бетонная стена, а посередине там такой надолб высокий. Я говорю, вот ваш сын оказался бы в центре этого круга, ну, он, допустим, диаметром 50 метров или сколько, и он там каким-то образом оказался. Ты не знаешь, когда спасут. Ты бы стал ему хлеб кидать, чтобы он продержался дольше. Хотя бы у тебя 20 этих... Калачаев упал мимо, а ты все равно будешь ему бросать, пока он не поймает. Так и этот. Им тайны какие открывать? Ты не спасешься. Он сегодня не принял, тогда что, закрыто? Еретика после первого, второго разумления. Даже еретика, и то два раза надо ему рассказать. Потому что он самоосужден. А о простом человеке как сказать? Ему говоришь, он что-то сомневается, спрашивает, но не поносит. А поносит когда? Все, больше разговора не будет. Я вот вел занятие по два часа в камере. Ну и слушал там, директор был. А потом он что-то сказал, очень нехорошее сказал. Не знаю я. Такое у него состояние тяжелое было. Я сказал, все, больше вы от меня ничего не услышите. И после этого, сколько он не упрашивал, ему и так-то, и 14 лет ему прокурор запросил. А все, больше я ничего не стал ему говорить, пока они не расстались. А расстались из-за чего? А другая душа покаялась, и нас сразу отделили, в подвал кинули. Вот и все. Что ему говорить? Это жемчуг, золотые слова. Знай кому, где, как сказать. А что это? Первый вопрос. Надо ли говорить или не надо? Надо ему сказать. Ты сам смотри. У тебя должен быть опыт и чувство. Чувствование, какие во Христе Иисусе. А не так, что везде. Я слышал, как иногда говорят даже. Вышли там из баптистского дома. И тот, ну друг у друга, тот, что я не знаю на что, но чуть ли не на что-то. Давай по рукам ударим. Я сейчас вот зайду и буду о Христе говорить. Поспорим на спор. Ну, какое-то благовестие на спор, так сказать. Он такой смелый. Если ты хочешь быть служителем Господним, ты научись сначала молиться и слушать. Слушать. Вот недавно я ролик выставлял. В Китае там ее допрашивает одна женщина. И она сидит, молчит. Они ее сбивают, закосы там подняли. Теперь ей говорят. И она выслушивает и выслушает. Наконец ей дают слово, она начинает говорить. Я вот прошу помолиться. У меня уже несколько дней подряд полиция или кто приходит? Приходят, чего они, ничего пока неизвестно. А мне зачем это нужно, я выезжаю. Чтобы помолились. Господь как-то показал, что за люди приходят. Вот сегодня трое приходили. Трое. Чего они ищут? Кто их знает? Откуда они? Я говорю, вы кто такие? А по телефону. У меня на окне прилеплено, там, мой телефон. Мы от Бабы Маши. Баба Маша вам вроде сказала сюда прийти. Я говорю, еще она вам Баба Маша сказала. Что за Баба Маша? Ну, то есть обман. Баба Маша, я говорю. А к кому вы пришли-то? Он не может меня ни фамилии, ничего назвать. Ну, какие это? Кто они такие? Говорит, следователи. А что расследовать? Все открыто. То есть совершенно непонятно. Притом это уже второй раз они являются. Целый час они толклись. И потом машина подъехала и их забрала. Забрала. Кто они такие? У меня рядом прямо сосед. Вот. Я сейчас вышел, разговаривал. Он пошел за хлебом, а бабка дома. У него ремонт был в квартире. Приходит домой, бабка зарезанная. А сейчас, говорит, его поймали. Он у них делал ремонт. И бабку убил. Там 30 тысяч, что ли, у нее отнял. 8 лет дали. А он уже выходит сейчас. Все. Вот у меня знакомая в Горном Алтайске. Также наняла на работу. Неизвестно, кого нанимает там что-то туалет. Ей надо было там подправить. И он ее зарубил топором. Кого вы пускаете в дом-то? Пока ты на этой стороне сидишь, ключи, замки, все твое. Что надо? Ну, значит, сообщат, позвонят. Мне уезжать надо. Они в это время начинают. Что неизвестно даже. Какая причина? С чего? Что-то надо. Один раз так же. Милиция там. Что? А мы слышали, вы, вроде бы, слышали. А они слышали, что я слышал от кого-то. Тут студент был, его убили. На вашей улице. Я говорю, понятия не имею. Я ни с кем не встречаюсь. Ну, а нам сказали. Ну, сказали, их и допрашивайте. Я вообще ничего не знаю. Я на улицу не выхожу. По неделе, по месяцу. Меня еще спрашивают. И кто-то сказал, может быть, что-то знать надо. А то глупости всякие. В прошлый раз приехали тут полиция. Там, что-то по экстремизму там. Какое? А вот там с пензы пожаловался. Вы там сказали буддист какой-то. Буддист или кришнаит. Я еще сказал. Ну, что от сатаны это? Ну, от кого они? Так это я статью перепечатал, которая там 108 лет назад была напечатана. 108 лет назад. Митрополит один говорил. Это в журнале напечатано православным. А я взял себе перепечатал. Прицепились за это. Ну, я там не очень хорошо был начитан. Я его убрал и все. Ну, то есть и ищут там. Недруги какие-то клевещут, говорят. А они обязаны проверять. Тимоша у нас был. Мать его Светлана звать. Она нажалилась и приехал помощник прокурора. Там лейтенант милиции. Она-то ролик стоит. Очень. 150 тысяч посещений даже ей. Вот. Мать наговорила, что мы делаем зарядку на траве. Я говорю, а как ее на высоте делать? Мы не можем. Левитации у нас нет. А сейчас муж ее, то есть Тимошин отец, Михаил-то, и говорит, она хочет к вам приехать. Просит прощения. Видишь, как меняется человек. Может быть, нынче даже и приедет. Оказалось, она наговорила. Такая проверка. А проверка ничего нигде нету. И расстались с друзьями настоящими. Прокурорша это была, помощница там в штанах. Там мы не запустили, юбку вытащили, она надела. Так ей там столько похвал, как она выглядит элегантно. Какая она хорошенькая стала, из-за юбки. Вот так. На нашем можете записать, там слово Тимоша. Ролик выйдет. Вот и все. Си Христос. Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Толкование. Вы же заповедовал нам нечто великое и трудное. А здесь показывает, что сие может быть выполняемо. И именно, посредством непрестанной молитвы. Не сказал, просите один раз. Но просите, то есть непрестанно. Потом подтверждает слова свои примером человеческим. Как бы так говоря. Кто усердно ищет чего-либо, тот обыкновенно находит искомое. И кто, стоя у дверей, непрестанно стучится в них и дожидается с терпением, тому когда-нибудь непременно отворят. Так думай и о духовном прошении. Вопросы. Матфея, 7 глава, 9-10 стихи. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Толкование. Представляя в пример то, как и чего дети с успехом выпрашивают у своих родителей, Господь учит нас, что его Отца Небесного должно также просить постоянно и только полезного. Вы сами, говорит, видите, как ваши дети просят у вас полезного, на примере хлеба, рыбы. И в том случае, когда они просят именно полезного, вы даете им. Противного же тому не даете, хотя и просят. Так точно и вы ищите духовного, а не плотского. Матфея, 7-11. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Толкование. Называет людей злыми по сравнению их с Богом, так как природа наша, как создание Божия, добра. Только по собственной воле мы стали лукавыми и остаемся лукавыми вопреки неизреченной Божьей благостыне. Вопросы. Час прошел. Пожалуйста, слово вопрошающим и Игнатий Тиховичу. Если вопросов нет, просим наставлений. Продолжение следует... Ну что, нет ни у кого никаких вопросов. Игнат Тихонич, есть какие-нибудь объявления? Ну какие объявления-то? Еще я сижу на месте. Где-то говорили, мне написал, это Юрий Соболев, он вел занятия в метрополии с людьми. И говорит, мы прекратили занятия, последнее занятие провели, и так что последнее занятие у нас в пятницу будет, через неделю. Так сделай, Сергей, распусти. Там до октября или когда, как. Дальше. Вот если кому-то надо разговор по скайпу, вот до пятницы, а в субботу уже нас не будет. Все, Сергей, продолжай дальше, раз ничего нету. Ну вот у меня вопрос тоже на меня вышло, по телефону, по стационарам, там есть такая программа Viber. Ваня Дробот ей дал мой телефон, 17 лет хочет приехать во влаге, потеряю. Там она с Ваней, с Дроботом где-то в ВКонтакте списалась, написала вам ВКонтакте, но вас же ВКонтакте нету. И она вот через меня вопросы задает, но я что могу, отвечаю. Как бы там, ну она там, какие требования, какие, 17 лет в храм не ходит, говорит, хочу быть старообрядкой. Чего она вот так вот, ну списываемся. Чего вот ей отвечать-то, а скайпа у нее нету, потому что, ну, обыкновенный телефон, там она может как-то эти смс-ки писать бесплатные. Ну какой в 17-то лет, она уже должна замуж выйти. Какой детский-то лагерь, она уже с ребенком приедет. Лагеря никого нету, надо с кем-то, с матерью. Если уже в таком возрасте детский лагерь не работает, тут что-то не так. 7 лет там, 8, 10, 12, тут все понятно. В 17 лет. Ко мне приехали однажды, такие прилично одетые родители. А вы сына нашего не возьмете в лагерь? Я говорю, да закрыто. Ну возьмите хоть. Я говорю, а где он? Да вон там в машине. Я подошел, он сидит. Женя, а сколько лет? 30 лет. 30 лет я его в лагерь должен взять. А почему? Он не работает нигде, вот он только наркотики ищет. Я говорю, ну и как я с ним буду поправляться? Он здоровый такой, сытый. Ну явно дело, что не тут, не по адресу приехали. А почему я должен ей отвечать? И отвечать нечего ей. Она совершенно не знает, куда пришла. Ей нужно искать работу или учебу, сдавать экзамены в институт. В детский лагерь. Она что, больная какая-то? Да, она пишет, говорит, ну я сначала что-то не подумал, что это, ну, говорю, справку мы обычно, что мы еще требуем-то? Какие у нас требуем? Ну платок, юбка там, сапоги резиновые. Ну вот, она пишет, справка есть, готовить умею, могу гости печь. Мы посторонних никого не допускаем на кухню, когда близко узнаем. Это я помню, да. Абсолютно никак. Скажи, давайте занимайтесь тем, что вам положено делать. На работу устраиваться или учиться, или замуж выходить. Это же не ребенок, с ней что ты сделаешь? Да, понятно, то есть, отказать тогда и все. Ну что отказывать-то, просто не по адресу и все. Причем с Дальнего Востока, вот на дорогу живешь, только куда-то ешь. Вопрос снят, и нечего пустословить зря. Так, идем дальше тогда. Матфея 7, 12. Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Толкование. Здесь показывает нам кратчайший путь к добродетели. Так, как мы, как люди, по себе знаем, что должны делать другим. Так, если хочешь, чтобы тебя благотворили, сам благотвори. Если хочешь, чтобы тебя любили враги, люби сам врагов. Если хочешь, чтобы тебе никто не досаждал, не досаждай ты никому. Если хочешь, чтобы тебя все любили, и ты люби всех. Вообще, чего не любишь сам, того не делай другим. А всем в случае и закон Божий, и пророки говорят тоже, что повелевает нам и закон естественный. Вопрос. Матфея 7, 13-14 стихи. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Толкование. Узкими вратами называют искушения, как произвольные, например, пост, бдение, вольную нищету, страничество и другие, так и непроизвольные, каковы узы, гонения, лишение имения, славы, детей, болезнь, раны и прочее, что Иов и нехотя потерпел. Как человек тучный или с большей ношью не может пройти узким местом, так и сластолюбивый или богатый, а идут широким путем. Вместе с словами «врата и путь» показывает и то, как теснота временна, так и широта скоро переходима. «Ибо кто терпит обиды, тот как бы проходит только сквозь некоторые ворота, равно и сластолюбивый, предавая сластолюбию, проходит как бы только некоторый путь. Но как то и другое временно, то выбирая лучшее». Он говорит «бремя мое легко по причине будущих воздаяний». Вопросы? «Игнать Тихонович, можно ли экономию назвать вот этими широкими путями, или это неправильное сравнение?» «Я не понял, что какое?» «Можно ли экономию, которую сегодня в церкви, ну все вот так вот сквозь пальцы на все попрания канонов смотрят, назвать вот этими широкими вратами, широким путем, ведущие в погибе?» «Да по-другому никак и не назовешь. А не все экономия, снисхождение. Какое снисхождение? Это придумали все это, безбожники. Канон, ну почему ни один милиционер этого делать не может? На красный человек ехал свет, а другой на зеленый. И когда стукнулись, почему он должен рассмотреть? Так и здесь. Человек нарушал каноны всей экономии. И придумали слово какое. Это все враги придумали. У меня один ответ. Пираты захватили корабль. Дальше идем. Матфея 5 глава, 15-16 стихи. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стернувника виноград или срепейника смоку?» Толкование. Эритики обыкновенно бывают хитрые и притворные. Посему и говорит «берегитесь». Они предлагают сладкие речи, являют по-видимому житие честное. Между тем внутри или в сердце их скрывается удочка. Под овечьей одеждой, разумеется, и та кротость, какую пользуются некоторые лицемеры, для того, чтобы обласкать и обольстить. Они узнаются по плодам своим, то есть по делам их жизни. Хотя бы они для других на время и скрывались, но для внимательных всегда бывают явные. Матфея 7.17 «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Толкование. «Лицемеры суют тернии и репьи. Терния, потому что уязвляют тайно, а репьи, как хитрые и находчивые. Под злым же, то есть поврежденным древом, разумеется, всякий, кого растлевает и изнеженная, и распутная жизнь, кто имеет дела лукавые и смрадные, неприятные Богу». Матфея 7.18 «Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые». Толкование. «Пока оно зло или испорчено, не может, если же переменится и освободится от порчи, может приносить плоды добрые. Потому что всякий человек от своей воли бывает или худ, или добр. Заметь же, Господь не сказал, никогда не будет в состоянии приносить добрые плоды, но только до Толи пока испорчено». Матфея 7.19-20 стихи. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Толкование. Это направляет против иудеев. Как Иоанн говорит им тоже. Матфея 3.10 «Человека сравнивает с древом, так как, если захочет, может быть привит от бесплодного греха к добродетели, подобно как прививает бесплодное дерево, чтобы было плодоносно». Вопросы? А можно вопрос? Да. А в эту пятницу, получается, последнее занятие, или в следующие пятницы, последнее занятие по скайпу? Следующее. А, следующее. Ясно. Спасибо, Господи. Еще соберемся в воскресенье раз, в среду раз и в пятницу еще три раза соберемся. Богу будет угодно, живы будем. Матфея 7.21 Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Толкование. Научает нас, что если мы будем иметь веру без дел, не получим от того никакой пользы, ибо не сказал, сотворивший волю однократно, но, творящий оную до самой смерти. Не сказал при том волю мою, дабы не соблазнить слушателей, но волю Отца Моего. Хотя нет сомнения, что воля у Отца и Сына одна. Матфея 7 глава 22-23 стихи. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Толкование. Толкование. В начале проповеди многие изгоняли бесов, хотя были между ними и недостойные, и демоны обращались в бегство, собственно, от имени Иисуса. Благодать действует и через недостойных, так как мы, например, освящаемся и через недостойных священников. «И Иуда творил чудеса, и сыны скевы». Что же касается до слов «никогда не знал вас», то это значит «я не любил вас за лукавое сердце ваше, и тогда, когда вы именем моим творили чудеса». Знанием здесь называется «любовь». Господь говорит «никогда не знал вас», то есть «никогда не любил вас», потому что лукавые были. Вопросы? Евангелие от Матфея, 7 глава. А можно вопрос? А вот если читаю Евангелие, ты понимаешь, что в точности на данный момент, вот в точности исполнить слово, ну практически невозможно. И на молитве это замаливаю, как бы это нормальное развитие, вот духовное моё или нет? Нет, не нормально. Нормально. А что тогда делать? Надо не замаливать, а просить у Бога силы. Ну, имел в виду, а, силы, да. Силы исполнить. Нет сил исполнять, это как бы обыкновенное человеческое. То есть, а замаливание грехов, это только отчаянство, в грехах, и просто как бы себя тешит, что Бог тебя простит. Бог долго терпит, это да, но крепко бьёт. Об этом тоже нужно не забывать и просить помощи Божьей, и избавиться от грехов, избавиться, а не жить во грехах и замаливать их. То есть, нужно постоянно просить с усердием на молитве до Бога, чтобы дал сил преодолеть то ли иное, например, попознавение до житейской. Да, первое, о чём ты должен просить, возненавидеть этот грех. То есть, так вот в утреннем, или когда мы читаем молитву, то есть, как я греху служил, так ныне я должен служить тебе. А мы, получается, невозможно сейчас считаем служить Богу и мамонии. Об одного будешь любить, другого ненавидеть. То есть, противоположное Богу делать, ну, негоже так. Вот, привыкли там замаливать, там, сорока уст, и человек там всю жизнь грешил, там, Бога не знал, за него там папу деньги заплатили, они там теперь читают молитвы, и в области, как из ада, в рай теперь перейти, перетянут. Нет такого в Евангелии. Между нами вами великая пропасть и Господь получит на суде Божьем соответственно тому, что делал, живя в теле. Поэтому, пока мы живем в теле, нужно всеми силами, не своими, еще раз подчеркиваю, а с помощью Божьей избавляться от грехов. Ибо без меня, Господь говорит, не можете делать ничего. Как вот, выше я говорил, ну, меня корюшит эта молитва, что я никогда ничего не делал доброго перед тобою. я не согласен с этим. Я же уже доброе делаю, начинаю делать. То есть, я избавляюсь от грехов. А, Игнать Тихонич, разъяснил, что да, Господь дает силы. То есть, надо не замаливать грех, а, ну, вот, ну, я как понимаю, да, и вы согласитесь, что замаливать, это значит, ты живешь во грехе, и его замаливаешь, и не собираешься из него выходить. Не, ну, не живу, просто, как бы, бывают ситуации жизненные, но очень сложно, понимаете, когда, ну, настоящий же православный христиан по пальцам пересчитать, вот так, если вот рядом, да, взять, а, как бы, я молюсь, читаю, да, Евангелие с толкованием, да, но все равно, вот эти вот, понимаете, взгляды злые, например, злоречия, например, оно же все потом внутри скапливается, сжимается по максимуму, а потом, ну, это же все, даже на молитве, понимаете, оно до конца, как бы, сложно от этого избавиться, вот, то есть нужно у Бога просить силы, да, для того, чтобы преодолеть то или иное препятствие, все, понял, спасибо, Господи. Сложно, это не значит, что невозможно, просто, да, усилить молитву, а помощь избавить, то есть, согрешил, не отчаивайся, падай, отрехайся, вставай, опять согрешил, опять падай, но это не значит, что, ну, отчаяние, это то, что человек говорит, ну, я вот все, я уже не могу, я вот постоянно матерюсь, и все, сколько бы я Бога не просил, все время у меня вылетает, и вылетает, и вылетает, поэтому, вот, Господи, вот я вот такой вот сквернословец, и поэтому, вот, прими меня таким, как есть, вот это неправильно, духовное рассуждение, на мой взгляд, то есть, Богу не угодно наши скверные слова, говорит, за всякое праздное слово дадите ответ в день суда, еще вопросы, пожалуйста, А еще вопрос можно, вот, если, например, вот, защищать себя, вот, да, в рамках закона, как вот православному христианину, можно, получается, вот часто, естественно, уже в рамках закона, и во свете Библии, ну, либо, либо вообще лучше, как бы, этим не заниматься, и просто молиться, и вот, просто бывает такое, что, ну, знаешь, что, да, если ты православный христианин, ты должен, как бы, да, в рамках закона все действовать, правильно? То есть, есть законодательство, да, той или иной определенной страны, и ты должен придерживаться его, вот, и можно ли, то есть, пользоваться своими правами, да, как гражданина, то есть, либо это для православного христианина постыдно, вот я хотел, о чем спросить. Я считаю, не постыдно, и апостол говорит, вы меня, говорит, требуя суда Кесарева, то есть, при всех вы меня оклеветали, теперь тайно хотите отпустить меня, да, я считаю, если закон государственный не противоречит закону Божию, то нужно по закону государственному жить, а вот если противоречит, если вот безбожная власть, то вот, вот, например, безбожная власть всех призывает, например, мобилизация на войну, у тебя есть законное право туда не ходить, то есть, пойти по, по другой статье, говорит, я пойду воевать, но в руки брать оружие не буду, этим правом должен, как христианин, воспользоваться, и как гражданин, почему нет, вот, а если ты будешь, а я же христианин, мне вот государство сказало, я теперь вот, должен вот, по этому закону, брать автоматы, и врагов своих стрелять, нет у тебя, ну, а если у тебя нет выбора, допустим, государство тебе, либо ты идешь на войну, либо мы тебя убьем, вот, ты можешь струсить, пойти, идти убивать, возможно, Бог отнимет у тебя покаяние, в этом, то есть, пойдешь, как убийца, но помытарство, вот, а если не струсишь, герои тебя свои расстреляют, и на небе будешь, ну, то есть, Господь, если сил даст, конечно, поэтому и молиться нужно, без меня не можете делать ничего. Понял, спасибо, Господи. Да. Слава Христу. Еще у нас пять минут, даже шесть. Нет вопросов. Иван Галет Матфея, седьмая глава, двадцать четвертый, двадцать пятый стихи. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их, подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Толкование. Без Бога добродетель не может быть совершаемая, посему, говорит, уподоблю мужу благоразумному, камень есть Христос, а дом душа. Итак, кто устроит душу свою в делании заповедей Христовых, того не могут сокрушить ни дождь, то есть падший с неба дьявол, ни реки, то есть вредные люди, размножающиеся от всего дождя, ни ветры, или духи лукавые, ни вообще все искушения. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Кто в нас? Христос в мире, кто дьявол. Поэтому, если душа основана на камне, дом наш, на Христе, дьявол у нас не взять никак. Никто не отлучит меня от любви Божьей. Ни высота, ни широта, ни долгота. Вопросы. 26-27 стихи. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Толкование. Не сказал уподоблю его, но сам собою уподобится неразумному тот, кто верует, но дел не творит. Такой человек строит на песке, то есть на непрочном основании и посему от искушения он и падает. Когда опрется, то есть устремится на него искушение, он падает падением великим. Из неверных никто не падает, потому что они и так уже всегда лежат на земле. Если падает, то верующие. Оттого-то и падение бывает великое, что он падает, будучи христианином. Матфея, 7 глава, 28-29 стихи. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Дивились не начальники, ибо как они могли дивиться, когда завидовали ему? Но дивился не злобивый, простой народ. Дивились же не красоте речей, но свободе и важности Христа, который показывал себя важнее самих пророков. Ибо те говорили, так говорит Господь, а Христос, как Бог говорил, Я говорю вам. Вопросы? Нету вопросов. Игнатий Тихонович, я еще раз уточню, на день открытых дверей можно приглашать и людей, которые вот третьего... Которые раньше хотели приехать, им не разрешалось. Или поговорить с каждым отдельно на своей машине, тогда все рассказать, как ехать, пусть на меня выйдут. Я по скайпу поговорю. То есть все равно обязательное условие ваше разрешение на день деревни не пролагает? Конечно, а иначе приедет... У нас-то сколько было-то? Сейчас полицию вызывать только? А я кому подчиняться должен? Разговора даже нет никакого. Тем более, кто приезжает, мы всех записываем, чтобы были документы с собой, все, как положено. Тогда я ему путевку выдам. Приехать на один день. Люди уезжают после экскурсии, трапезы, моления-то, и все на этом закончилось. Он желал посмотреть человек, вот ему разрешено будет. Обязательно не курящий. Курящим ход закрыт. По форме одеты, все это я ему объясню. Так, все, молиться? Молимся. Достойно истекова истину, благословите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исследования Бога, Слово росшую, сущую Богородицу, Тебя величает. Богородицу, благословите Богородицу. Отец наш Небесный, мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, услыши нашу молитву, прими благодарение за эту святую возможность вникать в Слово Твое. Господи, посети, кто потерял свободу за Слово Твое, пытаемых, убиваемых детей Твоих. Дай им мужественно перенести страдания и прими их в обители вечные. И жизнь нашу устрой по заповедям Твоим святым. Распусти нас с миром, Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь, спаси, Христос. Аминь, спаси, Христос. Аминь, спаси, Христос. Слава Христос.